Первые комплекты наград зимней универсиады в спортивном ориентировании уже разыграны. Соревнования прошли 4 и 5 марта. Однако кинишемец Сергей Шалин, который представляет наш регион, на этом турнире на старт пока не вышел. 7 марта в кластере «Радуга» состоится эстафета, но и на нее он вряд ли попадет, так как не принимал участия в предыдущие дни. Есть надежда, что Сергей Шалин выйдет на трассу 10 марта. Я думаю, что на средние дистанции его поставят. Вот, так как бы нож, как там, конечно, тренерский танк, как самочувствие, там много факторов. С чего приехало 8 спортсменов, а на старт 5 вышло. Поэтому остальные трое, я думаю, будут участвовать в следующем выступлении. Людмила Худюкова, президент региональной федерации спортивного ориентирования, на универсиаду отправилась в качестве почетного гостя. С нами она поделилась первыми впечатлениями о пребывании в Красноярске. Прежде всего, она осмотрела кластер «Радуга», где проходит соревнование по спортивному ориентированию. Такой шикарный комплекс. То есть здесь сделано все для спортсменов. Здесь для лыжников и для ориентировщиков. Отвеченные лыжня, для лыжников кабинки, для переиздевания, спортзал, бассейн какие-то 10-метровые. И, в общем-то, все-все условия для занятия спортивным ориентированием и лыжными гонками. Сергея не видела, потому что спортсменам не допускают там очень строго и в олимпийскую деревню. Там, ну, знаете, ну, как у нас, борьба-то с этим зопингом. Поэтому спортсменов жестко окружили. Вот, переписываются только по телефону. Что касается ивановских волонтеров, то им времени хватает не только на работу, но и на фото и видеоотчеты. Владимир Смирнов ведет в социальных сетях свой собственный дневник универсиады. Рассказывает об атмосфере и спортивных объектах. Ему посчастливилось запечатлеть эстафету огня универсиады. Вот так вот. Вот так вот мы работаем. Веселим не только зрителей, радуем, но и спортсменов, которые сейчас идут на зажжение чаши огня. А мы волонтеры, которые работают в навигации на мосту. Все основное время Владимир Смирнов проводит в парке универсиады. Это главный неспортивный объект, где собираются тысячи гостей со всего света. А волонтеры помогают создавать атмосферу русского гостеприимства. Любовь Почерникова, РТВ Иванова.